Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Красотки в бегах Сверхдобросовестный офицер полиции Купер гордится своим назначением на, казалось бы, простое задание сопроводить жену мафиози Даниэлу через весь Техас в Даллас, где она и муж должны дать показания против крупного наркобарона. Однако при встрече с паровистой миссис Рива, колумбийской красоткой с пышными формами, чье упрямство столь же выразительно, как и ее акцент, ей становится ясно, что поездка будет непростой. И прежде чем они успевают договориться о том, сколько туфель на шпильках сможет взять с собой очаровашка Даниэлла, полицейские и мистер Рива попадают под обстрел, превращая жену последнего во вдову, а предполагаемую легкую прогулку из Сан-Антонио в Даллас в прятки на выживание на перегонки с пулями. Наркокурьер Эрл Стоун – одинокий старик, его частный бизнес находится на грани разорения, отношения с женой не ладятся, а дети, кажется, давно забыли о его существовании. Неожиданно ему предлагают непыльную, но прибыльную работенку просто водить машину. Стоун соглашается и вскоре обнаруживает, что стал наркокурьером мексиканского картеля. Багровая мята Когда система закрывает глаза на убийство ее семьи, она решает совершить справедливость сама, очистить город от преступников и продажных полицейских, чтобы отомстить за любимых. Ведь месть – это блюдо, которое подают холодным. Холодным, как мороженое со вкусом мяты, которое так любила ее единственная дочь. Сделан в Америке Он был самым юным пилотом Боинга 747 в США, а уже через несколько лет стал одним из богатейших людей в Америке. Его стиль жизни был столь же экстремальным, как и его бизнес. Закрытые приемы, роскошные блондинки, крутые тачки и рисковые сделки. Он обладал талантом делать деньги из воздуха. Нарко Сериал рассказывает о влиятельном колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре. Еще в детстве он выбрал для себя криминальный путь и зарабатывал на жизнь воровством и мошенничеством. Убийца 2015 года На американо-мексиканской границе женщина-полицейский сопровождает двух рейнджеров, которые преследуют наркобарона. Она не подозревает, что по ту сторону границы есть тайное место, где не действуют никакие законы и царят насилие и разврат. Эскобар История восхождения Пабло Эскобара, его стремительного пути к миллиардам, могуществу и непростительным преступлениям. Во всесильного наркобарона влюбляется журналистка, чьи мемуары положены в основу фильма. Афера под прикрытием 2016 года Федеральный агент Боб Мейзур, специалист по внедрению в преступные группировки, ставит себе целью раскрыть схему отмывания денег наркократея Пабло Эскобара. В одной команде со вспыльчивым оперативником Эмиром Абреу, а также начинающим агентом Кэти Эркс, исполняющей роль подставной невесты Боба, ему предстоит повинуть самую рискованную операцию под прикрытием в истории. Кокаин Джордж Джанг, обыкновенный парень из пригорода, решил осуществить американскую мечту своим способом. Стать первым американцем, импортирующим кокаин в больших объемах. Он создал себе рынок сбыта, подсадив на кокаин самых знаменитых людей Америки. Вскоре он уже купался в деньгах и роскоши, о которых многие только мечтают. Ему удалось обводить вокруг пальца не только ФБР, но и страшных колумбийцев-наркодельцов. Однако настоящий кайф он получал от опасности и риска, нуждаясь в воде на линии больше, чем в наркотиках. Снегоуборщик Субтитры создавал DimaTorzok